Привет, друзья, с вами я, Триан. Сегодня будет видео про один финансовый инструмент, который я стал часто использовать как индикатор. На нем я не торгую, но использую это для того, чтобы прогнозировать с очень высокой долей правильности, куда направится другой финансовый инструмент, вверх или вниз. Я начал это использовать в сентябре, в прошлом году. Мне очень нравится простота понимания, почему направление этого финансового инструмента должно прогнозировать с высокой долей правильности направление другого инструмента. Простота, причина, последствия. Вот что мне очень понравилось. Так что, если вы трейдер, думаю, это видео будет вам интересно. Итак, мы откроем график SPY S&P 500 и на нем поставим, я уже поставил, HYG – High Yield Corporate Bonds. Самое простое понимание, что такое High Yield Corporate Bonds – это умные деньги. А S&P 500 – это все деньги. Когда мы говорим «умные деньги», мы под это должны понять, что умные деньги раньше всех денег поймут, рынок будет идти вверх или вниз. Правильно? И если они поймут, что рынок пойдет вверх, они будут покупать. То есть High Yield Corporate Bonds станет повышаться. Если умные деньги знают, что рынок будет падать, значит, они первым выйдут оттуда. Значит, у тебя будет High Yield Corporate Bonds – HYG падать. В то же время на графике SPY, в котором все деньги, они должны позже реагировать. Они должны часто ошибаться, потому что там есть эмоциональные деньги, и там есть деньги игроков просто, которые пришли в казино. Просто на SPY, Forex. Так что график, который рисует HYG, оно более корректно, чем график, который рисует SPY. Все деньги в SPY рисует график SPY. Все деньги в HYG рисует график HYG. Итак, это первое, помним. И берем второй пункт – это несогласие. Дивергенция между ценой и индикатором. Многие пользуются дивергенцией на RSI. Если цена растет, продолжает расти, но RSI показывает, что сила падает, значит, есть несогласие между этими ценами и в рынке, те, которые делают купли-продажи. И рано или поздно рынок должен перейти, то есть корректироваться в ней, чтобы опять стать согласно с игроками в рынке. То же самое обратное. Если RSI растет, но рынок падает, значит, те цены, которые уже есть, они уже начинают быть очень выгодными. Поэтому появляется сила. Есть еще и money flow-индикатор. Многие пользуются этим. Когда цена падает и money flow растет, значит, много денег идет в покупку. Эти цены становятся хорошими. И это несогласие между ценой и индикатором, есть и дивергенция. Если взять это несогласие, дивергенция и применить на график SPY и HYG, у нас будет несогласие между умными деньгами и всеми деньгами. То есть, когда все деньги будут рисовать график SPY, все выше и выше и выше, в то же время умные деньги будут падать ниже и ниже, ниже, значит, умные деньги выходят, продают. В то время, как на SPY неумные деньги, все деньги покупают. А когда создается несогласие, рынок, мы можем увидеть, что в большинстве случаев, 90% случаев идет по направлению, которое выбрала HYG, а не SPY. То есть, SPY идет по той направлении, которое выбрала HYG. И обратно. Когда цена на SPY падает, но HYG показывает повышение, умные деньги покупают, в то время, как неумные деньги, все деньги в панике, в страхе, в неудобстве продают. Умные деньги покупают. В какой-то момент SPY все равно выбирает направление, куда шло изначально HYG. Умные деньги. Посмотрим на график. Это дневной график, хотя HYG и SPY очень хорошо работают и на 4-часовом и 2-часовом промежутках. На дневном. Здесь мы видим, как SPY идет ниже и ниже, но в то же время HYG растет. Увеличивается несогласие, дивергенция. И SPY выбирает направление, которое изначально выбрало HYG. Идти вверх. Это тот вариант, где не умные деньги продавали, а умные деньги покупали. Другое посмотрим. То же самое. И тут. И тут видите. Как вы можете видеть, оно очень себя хорошо оправдывает в прогнозе, куда SPY будет направлен. Вверх или вниз. И тут обратное. Мы видим, что несмотря на то, что SPY растет и растет, HYG или остановилось, или же оно начинает идти вниз. Начинается несогласие. Умные деньги выходят из рынка. А не умные думают, что рынок сейчас вообще пойдет вверх. В конце SPY идет вниз. Куда изначально выбрало направление HYG. Не умные деньги. Все деньги покупают, а умные деньги остановились. Нету роста. Значит, они что-то знают. И через некоторое время мы видим, что рынок пошел вниз. Умные деньги не зря остановились, не стали покупать. И вернемся самое последнее вчера на SPY. Как я уже сказал, мне очень нравится простота объяснения причин и последствия использования HYG для прогноза направления цены SPY. Умные деньги узнают что-то раньше, входят, должны входить раньше, и должны выходить. Ой, он будет падать раньше. Это логично. Что умные деньги, они должны что-то знать. Поэтому они должны быть умными. И я этим часто пользуюсь. Думаю, если вы трейдер, вам тоже будет интересно посмотреть на периодические несогласия между умными и неумными деньгами. и смотреть, куда умные деньги думают, рынок пойдет. И насколько это эффективно. В конце 2022 года, когда много базовых механик в рынке стало не работать нормально, я начал углубляться в техническом анализе. и кому-то нравятся треугольники Head & Shoulders и другие вещи, я лично в техническом анализе за то, чтобы использовать максимально сильные причинопоследственные связи, а не гадания на треугольниках. Но, как сказал Warrior Trader, если этот метод трейдинга приносит вам деньги, значит, это самое лучшее. Никому не судить. Так что, главное, чувствовать себя в комфорте с теми инструментами, которыми работаешь. Это все. Есть несколько других интересных тоже таких инструментов для меня. Если было интересно, дайте знать в комментариях. Сделаю видео. А пока попробуйте HYG для Spy. Будет интересно. Спасибо. Увидимся.